Столетняя башня преображается на глазах. Очевидно, это пока только реставраторам и строительным бригадам. Они впервые работают в таких стесненных помещениях, говорит главный инженер подрядной организации, и показывает, как занимаются нет ни грунтовкой, камнеукреплением. Это смеси руник, то есть вот ими работаем, специальные реставрационные смеси. Дальше вот этап получается, он называется докомпоновка кирпича. Вон там процесс идет. Бабахон Раджабович у нас делает. Это получается докомпоновка швов. Естественно, сейчас оно выглядит так невзрачненько, потом это все зачищается. Вот так выглядят готовые стены из кирпича 19 века. Современный стиль лофт во всей красе. Но не везде кирпич настолько старинный. Здание водонапорной башни состоит из двух объемов. Из исторического, круглого в плане, и из новодельной пристроенной лестницы, в объеме которой мы находимся. Лестница была построена в советский период, качество кладки было очень плохое. Поэтому было принято решение стены оштукатурить, а после сымитировать историческую кладку. Мы поднимаемся на самый верхний ярус, буквально пролазим под нами 32 метра. Здесь сплошные реликвии. Вот гвоздь 19 века. Здесь скобы старинные, деревянный каркас. Тоже 19 века. Реставраторы постарались сохранить первозданность. Когда-то это было самое высокое гражданское сооружение в Тюмени. Здесь продавали воду, копейка за ведро и тут же поили лошадей. Водонапорная башня работала по прямому назначению до 1965 года. Об этом и не только будущим посетителям наглядно расскажет историческая деталь. В процессе реставрационных работ была найдена часть металлической лестницы, которую мы решили сохранить, создав для нее объем под полом. Сверху мы это накроем бронированным стеклом. Сдать объект подрядчики обещают в этом году. Сюда вернутся ребята и сотрудники центра «Дзержинец». Кстати, главный инженер тоже его воспитанник. Так что для него это не просто место работы, территория воспоминаний и одновременно будущего. Татьяна Воротилова, Александр Сторожок, Тюменская служба новостей.